В этот погожий денёк в самом центре столицы, в парке Горького, стартует ралли старинных автомобилей. Для горожан это не просто возможность посмотреть на раритетные машины. Здесь можно отыскать такие экземпляры, которые не в каждом музее встретишь. На берегу Москвы-реки собралось 70 экипажей участников ретро-ралли столица и изрядное количество зрителей, для которых это мероприятие напоминало выставку редкой и причудливой техники под открытым небом. Это автомобиль 1963 года, Мерседес 220 SE. Их было выпущено порядка 3000 штук. И эти машины одни из последних, которые Мерседес собирал полностью вручную. MG TD 1952 года. В прошлом году мы её купили в Голландии, пригнали, и теперь она нас радует и всех окружающих. Это Мерседес небесто-голубого цвета, 230, коробка-автомат, точно такой же, как в кинофильме «Достучаться до небес». Впрочем, время сглаживает разницу в статусе, а правила соревнований не дают возможности победить за счёт выигрыша в мощности и динамике. Рар-рали – это соревнование не столько рефлексов, сколько интеллекта. По сути, всё мероприятие – это череда загадок, которые участникам следует разгадать. Ездить быстро тут не обязательно, и всё равно мероприятие – это на редкость азартное. Это самый настоящий автоспорт. Это очень интересно. Это действительно как некая головоломка, которую ты едешь, разгадываешь, и с каждым разом организаторы придумывают всё новое и новое. Какие-то новые покупки, как говорят, от слова «купиться». Новые маршруты, от которых они становятся ярче, интереснее и красивее. И хотя участники всерьёз бьются за победу, а победить в ретро-ралле намного сложнее, чем кажется со стороны, это всё равно в первую очередь клуб по интересам. Главное, как в старом автомобиле, что ты получаешь удовольствие даже от нахождения в нём. Тебе не надо ехать быстро, не надо не нарушать правила дорожного движения, ничего. Ты просто садишься, едешь, не спеша, в своё удовольствие, и просто получаешь удовольствие. Быстрее, чем 40 км в час эти машины, как правило, комфортно и не едут. Поэтому на маленькой скорости мы можем смотреть на прекрасную погоду, мы можем смотреть на красивых девушек, мы можем смотреть на замечательную архитектуру нашего любимого города и других городов, потому что мы ездим в другие города часто участвовать в соревнованиях. С каждым годом технологический разрыв между этими машинами и современными становится всё больше и больше. А потому и ретро-ралли со временем делаются всё интереснее и интереснее. Так что если у вас будет возможность лично посетить подобные мероприятия, не примените ею воспользоваться.